Эта программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Общая боль. Как землетрясение в Турции объединило народы мира и кто первый пришел на помощь? Развеянные иллюзии. Как Москва меняет политику по отношению к Еревану? Французские жандармы. Зачем Франция провоцирует ситуацию на Южном Кавкаре? Неделя в Турции произошла одно из самых сильных в истории страны землетрясений. Его магнитуда составила 7,8 баллов. Разрушенными оказались 10 турецких провинций, пострадало 6,5 тысяч зданий, тысячи погибших. Счет раненых идет на десятки тысяч. Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и региона, и мира в целом. Для работ в разрушенных районах мобилизованы усилия всех государственных структур, персонала и техники. На первом этапе для оказания экстренной помощи выделено 100 миллиардов лир. Число погибших в Турции превысило 30 тысяч человек. Москвич Иван Демидов работает в Стамбуле байером. У многих его компаньонов случилась личная трагедия. Люди здесь действительно многие в трауре. Мы работаем с местными фабриками и действительно у многих из людей здесь погибли их родственники, погибли близкие, знакомые. СМИ показывают о том, что сейчас в центральной части ведутся работы, показывают, как спасатели действительно делают большие, великие подвиги. Трагедия в Турции объединила мировое сообщество. Десятки стран направили своих спасателей, врачей и другие службы для ликвидации последствий землетрясения. Одним из первых предложил свою помощь Азербайджан. На данный момент из Баку в Турцию отправлено 35 фур с гуманитарной помощью. Эрдоган лично встречал у трапа самолета сотрудников фонда Гигдара Алиева, доставивших гуманитарную помощь в зону землетрясения по поручению первой леди Азербайджана Михребан Алиевой. Медучреждения Баку и других городов Азербайджана готовы к размещению у себя для лечения пострадавших. Сейчас с последствиями землетрясения борются уже более 700 спасателей из Азербайджана. Это самое большое представительство среди всех стран. Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов более 50 человек. Также своих специалистов отправили Израиль, Франция, Индия, США и многие другие. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Турции Эрдогану. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Турции, повлекшими многочисленные человеческие жертвы. А москвичи несли цветы к турецкому посольству. Очень отразилось. Наша семья уже много лет ездит отдыхать в Турцию. 25 лет подряд мы ездим в наш любимый город Марбарис. И, конечно, когда мы вот об этой трагедии услышали, это очень тяжело. Есть много друзей в Турции, они сейчас в том числе помогают местным, собирают пожертвования. Закупили три газели, помощи отвозят. Россия оперативно послала 150 спасателей в самые пострадавшие районы. Еще одна группировка россиян вылетела ликвидировать последствия землетрясения в Сирию. Откликнулись на беду и соседняя с Турцией Армения. В 1988 году страна пережила разрушительное землетрясение, унесшее 25 тысяч жизней. Поэтому ее представители не могли остаться в стране. К сожалению, у спасателей слишком мало времени, а разрушения настолько масштабные, что пострадавшим приходится сутками ждать помощи. В интернете сотни видео, как спасатели достают из-под завалов чудом выживших людей. Среди них много детей. Многие оказались придавлены плитами. Спасателям приходится развлекать пострадавших, пока их коллеги делают все, чтобы как можно скорее освободить ребенка. Спустя несколько дней после землетрясения спасателям удается найти выживших. Почти шесть дней этот семимесячный малыш пролежал под обломками, но выжил. Его услышали спасатели и освободили из-под обломков. Сейчас он под наблюдением врачей. В Турции проживает много иностранцев. К сожалению, есть жертвы среди азербайджанцев и россиян. Землетрясение повысило тревожность среди жителей других районов Турции. Специалисты говорят, что новые толчки могут повторяться еще в течение двух месяцев. В ту роковую ночь, когда в центральной части Турции случилось землетрясение, я также был здесь. Слава богу, до нас это не дошло. Однако многие жители страны и города Стамбула, в частности, обеспокоены. Случившейся ситуации людей на улицах крайне мало. Многие мои знакомые уехали обратно в Россию, в Москву, домой от греха подальше. До сих пор многие даже здесь организовывают какую-то помощь гуманитарную, собирают людей, отправляют деньги, какие-то вещи. Люди в целом молодцы, но очень сильно заметно, что в стране траур, потому что это одна из основных улиц. Она полупустая, половина магазинов, ресторанов закрыта. До сих пор какие-то люди ходят, но сегодня суббота, поэтому сегодня как утро буднего дня. Поэтому нам остается лишь надеяться, что все будет хорошо и быть сплоченными, держаться вместе, помогать друг другу. Эта трагедия действительно объединила весь мир. Спасатели из США и России, Азербайджана и Армении, Греции и Турции оказались в одном лагере с одной целью – спасти человеческие жизни. Трагедия сближает даже политиков. Вот министр иностранных дел Греции прилетел в Турцию. В последнее время между странами непростые отношения. Но в эти тяжелые дни политика отодвинута на второй план. Все скорбят вместе с Турцией. В стране объявлен общенациональный траур. На фоне землетрясения в Турции новость о возможном возобновлении диалога между Азербайджаном и Арменией настраивает на оптимистические нотки. Армения на днях получила очередные предложения касательно мирного договора от Азербайджана. Хереван в настоящее время изучает эти предложения. Об этом заявил глава армянского МИД Арарак Мирзаян. Мы должны были встретиться в Москве с министрами иностранных дел России и Азербайджана. Однако из-за ситуации на Лачинской дороге армянская сторона отложила свое участие. Несмотря на это мы передали свои предложения азербайджанской стороне. И на днях получили отклик и новые предложения по мирному договору из Баку. Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении была запланирована в конце прошлого года в Москве. Однако Армения сорвала встречу. Позже в разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве были удивлены, что Ереван не проинформировал заранее по дипломатическим каналам о решении отказаться от участия в запланированной министерской встрече Армении и Азербайджана. По словам главы армянского МИД Ереван сейчас продолжает работать над текстом. Переговорный процесс не останавливался. Он продолжается. Хотя, как выразился Мирзаян, и не столь гладко. Но самое главное, что контакт есть. На неделе посол России в Азербайджане Михаил Бочарников приоткрыл за кулисы контакта. На данный момент Азербайджан и Армения в контексте урегулирования обсуждают восстановление экономических и транспортных связей и мирное соглашение. В вопросе Азербайджана армянского урегулирования, ну, есть три, что ли, основных трека. Из них один – это как раз восстановление экономических и транспортных связей, а другие треки – это делимитация границы и заключение некоего мирного соглашения. Я считаю, что не продвижение по одному из них должно тормозить продвижение по другим. Позиция Азербайджана понятна. Баку требует выполнения Ереваном мирных договоренностей. Стратегия урегулирования предполагает наличие доброй воли с обеих сторон. Очевидно, что урегулирование конфликта должно быть политическим, и это, казалось бы, все стороны заявляют. Однако мы понимаем, что неконструктивный подход Армении сейчас этому препятствует. Срыв Ереваном мирных договоренностей можно объяснить изменившейся геополитической ситуацией в мире. Вопрос разблокировки коммуникаций является чисто экономическим, в отличие от мирного соглашения и делимитации границы. Проект Зангизурского коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой, по словам российского посла, имеет все основания быть реализованным. Неопредалимых разногласий между Баку и Ереваном нет. Сейчас из-за серьезного кризиса между Россией и Западом Южный Кавказ становится чуть ли не вторым фронтом противостояния. Давление на Армению со стороны Франции и США колоссальное. Россию пытаются отовсюду вытеснить, в том числе и из переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Конечно, Евросоюз в этом вопросе выглядит как прямой предаток Соединенных Штатов и НАТО, которые рассматривают пространство СНГ как зону противодействия России и фактически пытаются привнести сюда, вот в эту региональную ситуацию, геополитическую составляющую. В Москве это понимают, поэтому и риторика уже сточилась. СНГ начали называть вещи своими именами. Так Сергей Лавров в одном из последних интервью открыто заявил, что Армения оккупировала азербайджанские территории. Российские эксперты отмечают, что раньше со стороны Москвы были более мягкие формулировки, чтобы не задеть чувства своего союзника. Очевидное понимание российской стороной, что в Армении происходят неконтролируемые нам до конца процессы, и Армения уходит из зоны влияния Российской Федерации, тем самым предавая все те заслуги, которые были сделаны Российской Федерацией для сохранения государственности Армении, а именно в истории с Карабахским конфликтом, когда Армения сохранила лицо, подписала определенные договоренности, условия перемирия, которые она сейчас не исполняет. Но обижаться здесь Еревану не на что. Лавров только процитировал международное право. Поэтому посредничество Москвы выглядит более убедительным, последовательным и нейтральным. Москва не занимает чью-то сторону, даже несмотря на то, что с Азербайджаном сейчас отношения смотрятся более доверительными. Москва требует выполнения данных Армении обязательств. Я думаю, что во многом у России рассеялись иллюзии, что с Николом Пашиняном можно вести какие-то субстантивные дела. Никол Пашинян сам политик, который использует любую возможность для проведения своих целей, для достижения своих целей и проведения своей политики. Он, очевидно, не является политиком пророссийским, он не является политиком прозападным, он является таким политиком, политиком-оппортунистом, который использует любую предоставившуюся возможность, не особенно опираясь на какую-то четкую, выдеранную внешнеполитическую линию. Поэтому я думаю, что Москва продолжит давление на Армению с целью исполнения трехстороннего соглашения и передачи Азербайджану всех его земель. Армения действительно сейчас находится на перепуте. Премьер Пашинян понимает, что усидеть на двух стульях в нынешних геополитических реалиях даже ему, умеющему, изворачиваться будет сложно. Необходимо хотя бы обозначить с кем ты, с Европы или России. И такой выбор скоро предоставится. Об этом в третьей части нашей программы. На неделе депутат Европарламента от Франции Натали Луазо заявила, что Франция направит в составе миссии Евросоюза на армяно-азербайджанскую границу своих военных. Она наивно надеется, что Азербайджан будет не против. Надеет, что Азербайджан будет сотрудничать с миссией. Евросоюз слишком долго дистанцировался от конфликта. Теперь ЕС и ОБСЕ должны сделать больше. Есть нюансы. Азербайджан снова не спросили, поставив перед фактом. И, естественно, не учли, что Армения пока что находится в сфере российских интересов. Я считаю, что не надо обманываться термином гражданская миссия. Ну, я слышал, по крайней мере, что уже заходил разговор о том, что в эту миссию будут включены французские жандармы. А ведь Евросоюз именно к этому ведет дело. Причем ведет дело очень неуклюже, не согласовывая это дело с Азербайджаном. Конечно, Армения – суверенное государство, имеет право приглашать в свою страну кого хочет. Но Москва вправе на это реагировать тоже как хочет. А так как Армения сейчас зависит от России экономически и политически, то Еревану тоже следовало бы учитывать интересы Москвы. Ведь соседство российской военной базы с контингентом НАТО, хоть и завуалированного под наблюдательную миссию, естественно, несет определенную угрозу. Поэтому Сергей Лавров заявил, что предложение развертывания миссии ОДКБ остается в силе. Сейчас именно миссия ОДКБ, куда, кстати, входит Армения, и против которой, скорее всего, не будет Азербайджан, является неким компромиссным решением сложившейся ситуации. Баку устраивает лучшую миссию ОДКБ. Люди действительно, страны объективно смотрят на ситуацию. Там есть тюркоязычные страны, Белоруссия всегда поддерживала Азербайджан и выстраивала правильную, грамотную политику. В Армении с одобрением миссии не спешат. Более того, скептически относятся к возможности развертывания миссии ОДКБ в течение одного-двух дней на границе Армении и Азербайджана, как это заявил Лавров. Хотя опыт Казахстана показал, что в ОДКБ способны быстро реагировать. Но даже дело не в скорости. На кону союзнические отношения Москвы с Ереваном и мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Россия не даст сделать нацовское подворье у себя под носом. Тем более в той стране, которая всегда считалась сателлитом, союзником и подопечным России. То есть, очевидно, Запад пытается раскачать Южный Кавказ через Армению. И именно не только тот Азербайджан раскачать, и Турцию, и Иран. Понятно же, что Азербайджан будет против наблюдателей из Евросоюза возле своей границы. Ну, не сложились отношения с Францией, которая сейчас из штанов попрыгивает, лишь бы как-то поучаствовать в регулировании. С Россией Азербайджан готов иметь дело. И здесь теперь вопрос к руководству Армении. Если там хотят мира и процветания для своего народа, то зачем втягивать в переговоры еще кого-то? Москва, Баку, Ереван вполне могут договориться сами, без чужой помощи. Если же в переговорный процесс будет насильно вклиниваться Евросоюз, а солдаты НАТО окажутся в зоне российских интересов, то последствия могут быть непредсказуемыми. Есть такая известная пословица – «Коней на переправе не меняют». Эта фраза как никогда актуальна, чтобы Южный Кавказ не полыхнул с новой силой. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова